Здравствуйте, господа студенты! Начинаем очередную лекцию, лекцию номер 9. И мы с вами сейчас перейдем к совершенно другим вещам, а именно к тектонной физике структурированной среды. Но сначала мы с вами поговорим о том, что такое вообще геологическая среда, как она деформируется, что на нее влияет. Поговорим о том, что такое структурные парогенезы. И дальше уже начнем конкретную тему деформации кристаллов и их агрегатов. Что мы с вами, в принципе, должны изучить, что нас интересует. Сами структуры и процессы, в результате которых они возникли, в земной коре. В мантию мы не лезем. Для этого что нужно сделать? Описать структуры, восстановить недостающую информацию. А восстановить недостающую информацию мы можем только, если мы знаем как раз происхождение данных структур, какие структуры находятся в парогенезе и что это такое, мы поговорим. Мы должны установить закономерности строения этой структуры, установить деформированное состояние и выяснить условия образования. Но вот, к сожалению, выяснение условия образования тех или иных структур — это обратная задача. И обратные задачи, они всегда имеют, чаще всего, неоднозначенные решения, и они очень сложны. И вот это вот геологии всегда надо знать. Потому что, собственно, вы знаете, что очень много геологов решают вот такие обратные задачи, но часто они решаются таким способом. Ну, так, вот тут что-то, да, тут что-то вроде сжимается, значит, что-то давит. А что давит? Что бы могло давить? О, наверное, вот где-то там... Нет, это аравийский полуостров ползет. А как еще давить? То есть вот на таком примитивном уровне вот сама с этим сталкивалась. Причем рассматривали север-западной Сибири. А почему у вас тут такие структуры? Причем человек такой очень солидный, должность хорошую занимает, кандидат наук. У меня студентка так стоит. Говорит, ну, еще непонятно, что ли. Ну, давит. Вот. Ну, потом Владимир Александрович Зайцев говорит, знаете, как надо отвечать? Конвективное движение в мантии. Вот. Но мы с вами так глубоко не полезем про конвективное движение в мантии. Вот. Но мы с вами попробуем изучить вот насколько возможно, насколько время позволяет механизмы формирования различных структур, которые формируются в разных обстановках. Что такое обстановка, тоже мы поговорим. Вот. Ну, и, конечно, механизмы формирования, изучение механизмов формирования имеет огромное значение. Ну, и теоретическое, фундаментальное. Потому что геология — очень сложная наука. И не потому она сложная, что, извините, геологи — дураки, да? Вот математики — это наука. Физики — вот это наука. А геология — не наука. Но определить науку или не наука, вы знаете, мне кажется, что нельзя абсолютно. Все зависит от наших целей и задач. Мы можем называть это наукой, можем называть это не наукой. Но нам от геологии много чего нужно. Надо понять, как развивается наша земля, ее верхние части, научиться искать полезные ископаемые, строить в нужных местах и так далее. Поэтому мы условно-неусловно можем назвать это наукой. Но все дело в том, что геологическая среда крайне сложно устроена. Очень сложно — это раз. И время играет колоссальную роль. Это два. Поэтому решение геологических задач, в данном случае тектонно-физических, очень сложно. Ну, есть механизм формирования. Вот очень часто студенты, иногда и не студенты, не могут себе представлять себе, что такое механизм формирования. Вот как вы думаете, что такое механизм формирование той или иной структуры? Ну пусть складка. А что? Механизм, принцип — это слова. Вот как вы думаете? Мы с вами пока это не обсуждали. А? Что, что, что? Что? Механизм, что это? Действий каких? Каких? Действий. То есть, например, вот у вас условие, условие сжатия, да? Это не механизм. Это не действие. А, действие. Ну, это уже ближе. Расшифруйте. Какие? Вот я говорю складка. Почему она сжатия? Нет. Это причина. Мы причины не рассматриваем. Причин может быть несколько. Как она сжатия? Что вы подразумеваете по словам «как?» Ну, тепло, тепло. Это причина. Это причина. Это не механизм. Как ведет себя тело во время того, как вы видите? Конечно, конечно. Вот Вячеслав часто правильно отвечает на такие вопросы. Кстати. А, кстати, действительно часто. Вот. Действительно, что происходит с этим телом? Понимаете? Как перемещаются частицы, части этого тела? В каких взаимоотношениях части между собой находятся? Как это изменяется во времени? Понимаете? То есть, все, что происходит внутри вот этого нашего тела. Это есть механизм. А сжатие — это причина. Понятно. Поехали дальше. Так. А теперь я опять к вам обращусь. Каковы же движущие силы и обстановка структуры образования? Вот кто что вспомнит? Можно еще раз? Ну, вот написано. Движущие силы — обстановка структуры образования. Обстановка жатия и растяжения? Да. Значит, это правильно. Это раз. Обстановка жатия и растяжения. Их восемь. Сейчас мы о них будем говорить. Да. То есть, это геодинамическая или механическая обстановка. Еще что? Ну, петропидические свойства. Да. Свойства деформированного объема, безусловно. Причем, свойства совершенно разные. И, например, степень расслоенности. Да. И какие еще свойства? Пластин. Ну, пла... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вязкость, да. И контраст вязкости, да. От чего вязкость зависит? Мы... От чего вязкость зависит? От дологих, против. Ну, первое. А еще? Температура, давление и флюид. Еще. Значит, температура, давление. Да, это тоже обстановка, структура образования. Флюид. И еще что важное, что мы с вами... Время, конечно. Еще время. Давайте посмотрим, что я написала по этому поводу. Ну, вы посмотрите. Мы с вами все перечислили. Ну, теперь особенность геологической среды. Ну, вам, безусловно, известно, вы можете из своего собственного опыта это видеть, что геологическая среда неоднородна. Но она не просто неоднородна. Это всегда все знали. Но вот всегда все знали, да. Тем не менее, все время применяли представление механики сплошной среды. Рассматривали как сплошную среду. Почитаете вы учебники Гзовского, великого нашего тектона физика. Я уже не говорю о других. И впервые рассматривать геологическую среду как неоднородную стал, наверное, вот в книге Белоусов. Вот. А потом... Потом этим занялись геофизики. Садовские и другие. И это было, ну, наверное, 80-е годы. Наверное. Потом стало в 90-е развиваться. То есть не так уж это и давно. Значит, о чем говорили геофизики? Геофизики говорили о том, что геологическая среда, она дискретно, а что значит дискретно, делится на блоки. Ну, хорошо делится на блоки. Ну, предположим, мы можем взять какой-то объем, в котором много-много-много этих блоков. И рассматривать как квазиоднородную. Значит, что пишут по этому поводу про квазиоднородную среду? Приводят формулы, формулы, формулы. Я вам скажу вывод, что должно быть около 50-ти мелких объемов, в большом, чтобы ее можно считать было квазиоднородным. Ну, вот с геологической средой, такого не бывает. Вот. Геологическая среда делится на блоки таким образом. Вот берем большой блок. Он делится на сколько-то маленьких. Значит, и считается, что от 2 до 5. В среднем? В среднем. В 2 до 5 чего? Маленьких блоков. 1, 2. Вот большой блок. Он делится от 2 до 5. Это в среднем? Нет. От 2 до 5 прямо вот, а в среднем 3,5. А нельзя больше, а 6 на 7. Нет. Вот пишут геофизики, ребята. Это блоки, внутри которых боль меня нет. Нет, 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 нет. Значит, взяли большой объем. Ну, я не могу его показать на большой. Значит, вот блоки. Разделили на блоки. Берем один из этих, предположим, 5 блоков, да? А он делится опять на блоки. И опять от 2 до 5. Мы берем еще поменьше объем. Он опять делится на блоки. Их опять от 2 до 5. Я думаю, что это не ограничение. Я думаю, что посчитали просто эмпирически. Как это теоретически нельзя вывести? Наверное, бывают какие-то другие ситуации в виде исключения. Но вот в принципе геофизики, они же такие, они не геологи. Они с математическим складом. В каком принципу выделяются эти блоки? В каком принципу выделяются блоки? Блоки? Ну, как разрывами разделены какими-то блок. Блок земной коры. Ну, то есть не в из-за старого, а просто... Нет, 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 нет. Именно вот дискретные границы должны быть. Вот. То есть реальные блоки. Не виртуальные ничего, а именно вот какими-то такими границами. Вот. Вот. Значит, и так вот каждый раз. И так каждый раз. Поэтому, поэтому... Вот эта дискретность называется грубой. Грубой. Почему грубой? Вот если было бы там 20 блоков, да? Уже ее нельзя было бы назвать грубой. Просто когда делится на такое не очень большое количество блоков, среда называется грубодискретной. Ну, назвали так. И теперь еще. Она квазифрактальная. Почему? Потому что на каждом шаге она делится примерно на одинаковое количество блоков. Не точно, а примерно. Мне сказали, что надо... Иногда пишут фрактальное, мне сказали, что надо писать Захаров, который все знает. Сказать, Наталья Сергеевна, все правильно, квазифрактальная среда. Вот. И вот это самоподобие, оно не просто так возникает. Как правило, это возникает при процессах, которые происходят в каких-то объемах. То есть объем, да? Написано, при интенсивном нагружении среды, даже не нагружение среды, да? Ну, естественно, какие-то силы действуют. Возникает напряженное состояние. И, естественно, в этом блоке начинаются деформации. И они идут так, что среда сама делится еще на какие-то блоки. То есть среда обладает самоорганизацией. И я вам покажу это дальше на двух примерах. На примере формирования складчатости и на примере, очень хорошо это видно, на примере сдвигов, как вот эти вот блоки развиваются. Но можно чуть-чуть с другой точки зрения, с геологической, подойти и выделить уровни структурной организации геологической среды. Ну, эти уровни выделяли многие. И вот Михаил Дрианович Гончаров в свое время, и Василий Георгиевич Тальцкий, который в нашей лаборатории работал, и Федор Дрианович Яковлев из ФСЗ. Могут чуть-чуть эти уровни отличаться. Ну, вот давайте посмотрим на уровни, которые Талецкий выделил. Внутри зерновой уровень. Уровень зерен, агрегатов зерен. Вот, агрегатов зерен. Я бы еще выделила внутрислоевой уровень. Вот, дальше уровень пачек слоев, нескольких слоев. Дальше я бы еще выделила уровень толщ, когда у нас несколько разных пачек. Ну, и затем уровень блоков и ансамблей блоков. Вот, что важно, что разный масштаб у нас, да, масштаб, размер разный. Но, вот эти элементы, они вложены друг в друга. Да, вот какой-то крупный блок, он состоит, в него вписаны структуры в виде складок, складки, в складки смятые слои, не просто слои, а пачки слоев. Внутри слоя у нас зерна, агрегаты зерен, и внутри зерна тоже у нас кристаллическая решетка. Что с ней происходит, мы с вами сегодня поговорим. Значит, уровни высшего и низшего порядка. Значит, ребят, вот как вы думаете, вот уровень зерен – это уровень низшего порядка или высшего? Вот, ну, тут по-разному это интерпретировать, надо сказать, действительно по-разному. Вот, там, например, вот Яковлев, который много пишет о деформациях, он считает, что высший порядок – это вот эта вот мелочь. Вот, есть противоположная точка зрения. В общем, здесь по-разному. Вот, ну, во всяком случае, напряжения возникают где? Ну, например, там, границах плит, да, например. Вот, и это напряжение затем уже оно перераспределяется на более уровнях, я скажу, меньшего масштаба, ну, и, в конце концов, до уровня зерен. Вот, значит, напряжение, вот тоже это не все понимают. Если у нас какой-то большой объем земной коры находится в напряженном состоянии, и мы возьмем какую-то область внутри него, там не будет тоже напряженное состояние никогда в жизни. Почему? Потому что существуют уже неоднородности, которые были в этом объеме, да, обязательно, ну, хотя бы слои и зерна, вот хотя бы, да. Дальше идет деформация, у нас появляются какие-то структуры, и у нас появляется гораздо больше неоднородности, и у нас все время идет перераспределение напряжений. Поэтому, если вы установили напряженное состояние в каком-то объеме, его нельзя распространять на большой объем. Некоторые об этом забывают или не знают. Ну, теперь, какие еще условия протекания деформационного процесса, мы о среде поговорили. Значит, характер напряженного состояния. Сейчас мы об этом поговорим подробно. Теперь всестороннее давление. Мы с вами это обсуждали, вот, и вы помните, да, что с возрастанием всестороннего давления, у нас что, предел прочности увеличивает, ну, конечно, увеличивается, вот, предел упругости. Вот, температура. Ну, понятно, с повышением температуры, да, у нас очень сильно уменьшается. Вязкость, предел прочности тоже увеличивается, и, в принципе, его может даже, практически тело бесконечно может течь, как говорят, вот и так далее. Флюидная обстановка. Флюидная обстановка. Флюиды действуют примерно так же, как температура. И не будем забывать, что когда у нас давление, великое давление флюиды, то у нас стороннее давление уменьшается, что ведет. То есть, вроде бы, у нас давление, которое можем посчитать с глубиной, или это статическое, должно быть таким. А на деле, в присутствии высокого давления, иногда сверхвысокого давления, оно уменьшается, и породы ведут себя так же, как если бы они находились гораздо выше, гораздо ближе к поверхности. Ну и время. Значит, мы тоже знаем, что время действует, оно действует как температура. При кратковременных деформациях тело может вести себя упруго, при длительных деформациях оно может течь. Под течением я понимаю большие необратимые деформации. Еще какое значение время имеет? Значит, весь деформационный процесс у нас всегда происходит стадийно. Когда я вам буду рассказывать о формировании тех или иных структурных парогенезов, мы очень хорошо это увидим, все стадии именно этого процесса. Ну и кроме того, если в общем смысле, то значит, у нас все в прошедшем времени в геологии, и у нас все уникально, мы ничего не можем повторить. Теперь понятие о структурных парогенезах. Надо сказать, что за рубежом этим понятием не пользуются. И это не очень хорошо. У меня есть учебник Фоссена, который считается просто самым крутым, кембриджский. Кстати, если кому-то нужно, могу дать. Я из него довольно много взяла. Он толстый, конечно, я на лекциях вам про все не расскажу, если кто-то чем-то очень интересуется, ради бога. И иногда его читаешь, вот все хорошо. А иногда думаешь, ну вот здесь не совсем. Вот отдельно. Клеваш отдельно рассматривается, складки отдельно рассматриваются. А это нельзя, это связанные процессы совершенно. Не хватает этого. Но за рубежом не пользуется. А у нас вели это понятие структурных парогенезов. Наверное, это был Лукьянов Алексей Владимирович, и это были, наверное, может быть, 70-е, вот так вот годы. Потом уже об этом много писали. И вот Михаил Адрианович Гончаров, заведующий нашей лаборатории, автор учебника, многие писали. Священие было специально посвященное структурно-парогенетическому анализу. Это очень полезная вещь. Вот скажите мне, пожалуйста, просто парогенез. Что такое парогенез из вашего общего развития? Священное язык генетически связанное. Ну, это совокупность каких-то генетически связанных, ну, объектов. Объектов. Нет, просто объектов. Любых. Любых. Правда? Но если они не связаны, то происходят в языке? Нет, вы сказали структурных форм. Я говорю, ну, не обязательно структурных форм. Да? Вот. Да. Значит, генезис рождения, а пара? Священное? Нет. Пара — это либо внутри, либо около. А. Угу. Вот. Понятно. Хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, не вообще, а конкретно. Конкретно знаете ли вы какие-нибудь парогенезы? Парогенезы минералов. Парогенезы минералов. Минералов. Да, 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 да. Совокупность, да? Которая при одних и тех же ПТ-условиях. Да. В структурке еще что-то было? Да. В структурке еще что-то было? Нет, ну, в структурке, естественно, что Александр Вениаминович тоже обращается, он все-таки ученый русский, советский, да, в нашей школе, поэтому, конечно, он в ваших лекциях дает вам понятие о структурных парогенезах, безусловно. Но мы с вами это рассмотрим, как бы, ну, более подробно. Вот. А в других, не в геологии. Что-то можете припомнить? Не в геологии. Не в геологии. Ну, слово другое, а суть одна и та же. Хорошо, подсказываю. А в биологии. В биологии. В биологии. Не, ну, семиоз, семиоз. Близко, близко, близко. Я подумала про эту систему. Ну, да, биоциноз. Да. Да? Болото, да? У вас одни и те же условия, и там находятся определенные совершенно растения и зверюшки всякие. Очень похожее понятие. Хорошо. Когда-то я собирала определение про генеза структурного у разных авторов, но я не буду вас мучить своим занудством. Значит, чаще всего в голову угла ставят механическую или геодинамическую обстановку чистоокупных структурных форм, которые возникают в определенной геодинамической или механической обстановке. Но может обстановка быть одной и той же, а структуры возникать разными. Поэтому я вам приведу определение, которое мы как бы выработали с одним моим коллегой. структурный прогенез — это совокупность структурных форм разного размера, возникающих в определенном объеме геологической среды, обязательно находящихся в определенных соотношениях друг с другом и возникающих в единой деформационной обстановке. А деформационная обстановка — это как раз все то, о чем мы с вами говорили, перечисляли. Значит, роль структурно-парогенетического анализа. Вы будете это чувствовать дальше по мере изложения, но например, у нас структурный парогенез простого сдвига. Вот мы говорим об этом, и мы уже знаем, нам не надо отдельно что-то рассматривать, мы уже знаем всю совокупность форм, которые там могут быть. Мы говорим структурный парогенез, ранней дезинктивной стадии, потому что мы тоже с вами говорили, что стадийный процесс деформации происходит. И мы уже знаем, что здесь совершенно конкретные структуры. Мы изучаем что-то в поле, естественно, мы все видеть не можем, для нас многое закрыто, но мы по каким-то признакам определяем, что структурный парогенез такой-то. И дальше мы ищем недостающие члены, например. Мы понимаем, что мы видим часть, но в принципе это должно быть то-то, то-то, то-то и то-то. Так что это нам время и силы очень сильно экономят. Ну и общее понимание, конечно, тоже гораздо лучше. Ну, теперь элементарные геодинамические обстановки. Значит, вы геодинамические обстановки изучали в курсе тектоники. Изучали? А? Изучали. Идет. Ну, говорили вам про геодинамические. Так, что вам говорили на геотектонике про геодинамические обстановки? Что это такое? Ну, основные это характер взаимодействия на границе разных либ, и это характер взаимодействия этих либ, то есть направление относительно к движению относительно к либе. Ну, вот. Ладно, хорошо, да? Вот как там, да, то-то-то-то-то, все близко. то есть и вы характеризуете именно геодинамические пассивные окраины, да? То есть у вас уже вы объем описываете, да, и процессы, которые идут в этом объеме, да, и к чему приводят эти процессы, да? Ну, примерно так вот, да? как-то. Вот здесь геодинамическая обстановка употребляется совершенно в другом смысле. Ну, это так делал Михаил Дрианович Гончаров, вот, и я не придумала ничего лучшего. Почему? Значит, здесь в лоб понимается слово геодинамическая обстановка. гео-земля, динамо, сила, динамо – это сила. Сила. Ну, мы рассматриваем напряжение, естественно, да? В геологии мы рассматриваем не силы, а напряжение, да? То есть характер напряженного состояния. Характер напряженного состояния – это буквально перевод. почему? Значит, можете встретить, что не геодинамические обстановки, а механические, там, сжатие, растяжение, но вот когда мы говорим о небольших объемах, это правильно все. Когда мы говорим о больших объемах, мы уже привязываемся к каким-то реперам к поверхности Земли, например. Мы говорим о горизонтальной сжатии, а не вообще сжатии. Понимаете? Вот. Поэтому, когда мы говорим о крупных структурах, вроде бы лучше говорить о геодинамической обстановке. Ну, в общем, это дело как бы вкуса. Значит, какие же главные, элементарные геодинамические обстановки? Значит, как их выделяют? Значит, оси главных, нормальных девиаторных напряжений или оси максимальных касательных напряжений должны быть ориентированы ортогонально, не просто ортогонально друг к другу, а в горизонтальном или вертикальном направлении. Почему в горизонтальном или вертикальном? Если вы возьмете какой-то кубик и начнете его сжимать, какая разница? вы так сожмете, так сожмете, так сожмете, так сожмете. Нету, правда? Но если вы берете другой масштаб и берете слоистую среду, то у вас совершенно разный характер деформации будет, если среда у вас слоистая. Значит, у нас репер, почему у нас есть сила тяжести, у нас есть поверхность земли, у нас есть слоистость, у нас есть репер, и мы к нему привязываемся. Значит, дальше, вот Михаил Герякович очень любил на руках все это показывать, что мы можем выделить, да? Сжатие, растяжение, да? И три сдвиговых обстановки. Три сдвиговых обстановки. Нет, или правые, или... Ну, это же, здесь не имеет никакого значения. Здесь важно, что? Как ориентирована плоскость, для которой происходит сдвигание, да? И как движутся блоки, разделенные этой плоскостью. Значит, может быть горизонтальный сдвиг, да? Горизонтальный сдвиг вертикальной плоскости, да? Раз. То есть, это вот такой геологический сдвиг или strike или strike да, по-английски, они говорят сдвиг со смещением по простиранию. Дальше, блоки, вот плоскость может быть вертикально, а блоки могут вот так двигаться. Значит, это вертикальный сдвиг, вертикальная плоскость, или просто вертикальный сдвиг. Но блоки это могут еще так двигаться. в принципе. Значит, это будет горизонтальный сдвиг, горизонтальный плоскость, или просто горизонтальный сдвиг. Я часто говорю горизонтальное скашивание, но просто чтобы коротко было. Но этот термин неофициальный. Хотя употребляют. Хотя употребляют. Ну вот, вот, пожалуйста. Значит, здесь показаны у вас девиаторные напряжения. А теперь скажите, пожалуйста, вот у вас горизонтальное сжатие. Как будет ориентировано растяжение? Значит, если мы что-то сжимаем, если у нас объем не меняется, значит, в другом направлении должно растягиваться. Так ведь? В каком направлении будет растяжение? Если обстановка горизонтального сжатия, которая называется обстановка горизонтального сжатия, у вас вертикальное растяжение. Вот если вы говорите конкретную обстановку горизонтального сжатия, у вас растяжение вертикальное. А почему не может быть растяжение? А мы сейчас об этом поговорим, вы услышите ответ на этот вопрос. Если у нас горизонтальное растяжение, то сжатие как у нас ориентировано? Вертикальное, конечно. А теперь горизонтальное и сдвиг вертикальный? А если у нас горизонтально ориентирована ось сжатия и перпендикулярна ось растяжения, как вы думаете, как будет называться эта обстановка? Когда у нас горизонтальной плоскости, будет ось сжатия и ось растяжения. Расскаживание. Он просто в плоскости. Проискашивание? Нет, скашивание это не то. Ребята, это сдвиг. Почему сдвиг? Почему сдвиг? Почему сдвиг? Почему сдвиг? Ну вот. Вот у вас сдвиг. Значит, у вас оси будут лежать в горизонтальной плоскости. Если у вас горизонтальный сдвиг вертикальной плоскости, то у вас оси сжатия и растяжения будут ориентированы вот так. Понятно, да? Вот. 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 Хорошо. Теперь это понятно. Ну вот. Вот показаны, какие структуры формируются в таких обстановках. Вот посмотрите, горизонтальное сжатие в слоистых толщах будет складчатость. Если вы будете читать учебники, то во всех учебниках у вас будет написано, что структуры, формирующиеся при горизонтальном сжатии, у вас везде будут указаны надвиги. Так вот, надвиги не могут сформироваться при горизонтальном сжатии. Я вас уверяю, мы это очень подробно будем рассматривать. Это неправильно. Там кое-что еще должно быть. Значит, если у вас просто горизонтальное сжатие, то это прямые складки. Горизонтальное растяжение. Ну, это понятно. Это крабины, рифты. Так, теперь сдвиг. Ну, пример сдвига. Может быть, вот такой сдвиг, может быть, сложная зона. По-разному. Вертикальный сдвиг. Это редко бывает. Посмотрите, вот здесь, видите, показан массив кристаллический, который поднимается, и на границах происходит сдвигание. В принципе, это тоже сдвиг. Вот сдвиги — это не только вот эти вот вещи горизонтальные. Это тоже в механическом смысле это сдвиг. И развивается он по всем этим вот законам. Вот. И, наконец, горизонтальный сдвиг. Он есть. Есть. Ну, теоретически. Да? Вот. А структуры здесь не нарисованы. Просто при таких движениях структуры не образуются. Но он принимает участие, как бы дополняет иногда другие обстановки. Об этом тоже вы нигде не прочитаете. Это у нас в лаборатории. Все было выяснено. Ну вот. Теперь сочетание обстановок. Значит, обстановка — сочетание горизонтального сжатия с горизонтальным скашиванием. А вот тут вот уже как раз и формируются наклонные. Складки асимметричные. А в складчатых областях вы прямых складок почти и не увидите. Они все наклонные асимметричные. Надвиги, взбросы, надвиги, покровы — это всегда сочетание горизонтального сжатия с горизонтальным скашиванием. Всегда. То есть обстановка крайне распространенная. Все складчатые сооружения. Все. Без исключения. Но название не придумали. И говорят об этом редко. Так что придется нам мучиться и говорить, что это обстановка сочетания горизонтального сжатия с горизонтальным сдвигом горизонтальной плоскости. Вот эти обстановки вы знаете. Здесь транспрессия, пресс-сжатие. Значит, сочетание горизонтального сдвига с горизонтальным сжатием. Есть мнение некоторых исследователей, что преобладают сдвиги в земной коре с сжатием. Это не опубликовано, это устное сообщение тоже бывшего члена нашей лаборатории. Но в этом что-то есть. Я думаю, много-немного мы не знаем, но что это бывает, это точно совершенно. Транстенция. Сочетание горизонтального сдвига с горизонтальным растяжением. Ну и, наконец, трансламинация. Это слово вы вообще нигде не увидите. Потому что это слово ввел Михаил Дрианович Гончаров после того, как мы работали со структурами Северо-Западной Сибири. И там как раз получилось, что сочетаются два типа сдвига. Почему я вам об этом рассказываю? Ну подумаешь, какие-то теоретические рассуждения. А просто структуры получаются не те, которые типичны просто для сдвигов. Получаются структуры, которые куда только не запихивали. И говорили, что это транспортамоглые большие, и что это трещина отрыва. А это сколы Риделя, но вот в такой обстановке. И это важно для чего? Это важно, например, для интерпретации сейсмических данных. И такая ситуация не только на Северо-Западной Сибири, а начинают появляться данные, что и в других местах. Значит, что следует здесь отметить? Что? Геодинамические обстановки могут сменять друг друга во времени. Ну, если взять те же складчатые сооружения, то может начаться сжатие, формирование прямых складок. А затем уже начинается скашивание, все больше, 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 больше. И у вас образуется такое дивергентное складчатое сооружение. Чем ближе к краям, тем больше наклон структур. Такое тоже бывает. То есть они могут постепенно во времени друг друга сменять. А как получается вот это скашивание? То есть если у нас... Ну вот как на картинке, да, там было нарисовано два блока, один выше другого. И тогда соответственно вот... Как-то два блока, один выше другого. Это где же это вы? Ну вот горизонтальная скашивание, да? Ну то есть предполагается, что есть некие два блока, один на рынке. Нет, ни в коем случае. А тогда каким образом? Ну это же получится просто растяжение. Ну просто обстановка растяжения. Значит, ну такая обстановка, такая обстановка может возникнуть в разных ситуациях. Мы об этом будем говорить и будем говорить в этом году. Мы будем подробно говорить во время... В следующем году. И на шестом курсе мы будем... Все время будем к этому возвращаться. Откуда вот возникает такая обстановка? Постоянно будем говорить. Такая обстановка возникает от разных... Может возникнуть от разных причин. Ну, например, окладчивость подводного оползания. Трение внизу. В верхней части движутся быстрее. Вот у вас обстановка скашивания. А, то есть это разные... Ну, происхождение вот этих сил, которые вы из них вызываете? Ну, конечно. Конечно. Кроме того, как часть какой-то конвективной ячейки. Там обязательно существуют области, где вот... Есть такое вот скашивание. Вот просто напряженное состояние. Его можно математически высчитать, показать. Ну и так далее. То есть причины могут быть разные. Вот. И кроме того, в пределах каждой обстановки существуют поля напряжений более... Вот здесь правильно у меня написано. Более высокого ранга. Почему более высокого ранга? Вот смотрите. Там... 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 Советник первого ранга, да? Значит, самый важный. А второго ранга не такой важный, правда? А третьего ранга. Это еще с древней Китая, то ли Апонии пошло. Понимаете? Здесь то же самое. Вот уровни, низший ранг, да? Это что-то самое такое крупное, да? Выше уже мелочь. Вот. Поэтому вот здесь правильно написано. Вот. Значит, поля напряжений более высокого ранга всегда существуют в пределах вот каждой геодинамической обстановки. Причем этих полей несколько, они вложены друг в друга. Вот это надо иметь в виду. Значит, что вы перед собой видите? Это моделирование на оптически активных материалах. Когда у нас будет курс экспериментальной тектоники, мы об этом немножечко поговорим. Вот это берется... Можно даже простой желатин брать. Единственное, что нужно, это фотографировать через, ну вот как николи в микроскопе. Есть, да? И вы получаете цветную картинку. Так же и здесь. Через пластинку соответствующую надо рассматривать. Вот. Специально, образом, варится все, заливается в форму. В данном случае это просто сжималось. Но желатине надо заранее делать надрезы, создавать структуру. Дальше смотреть напряженное состояние. Величина напряжений отражается в цвете. Ну, посмотрите. Значит, вот самое начало процесса. Вроде бы здесь одинаковое почти, одинаковый цвет. Но на концах, видите, на концах разрывов всегда повышенное напряжение. Значит, вот что потом происходит и вот что происходит дальше. А вот следующее еще интереснее. Здесь более сложные надрезы сделали. Вот. Но, кстати, сделали это похожим на одну структуру в Сибири. Вот. И посмотрите. Вот как перераспределяются напряжения. И вот какая картина. Вот в начале, да. А в самом начале вообще почти ничего нет. И вот какая картина в конце. Ну, тут, кстати, образовались еще, видите, немножко трещины. Вот такая сложная картина. То есть у вас напряжение вот в этом объеме, в каждом маленьком объеме совершенно разное. Совершенно разное. Вот это вот как раз перераспределение напряжений. И на тех неоднородностях, которые вначале были, а вот мы надрезали, и на неоднородностях, которые, видите, появились. Которые появились. Вот очень хорошая иллюстрация того, о чем я говорю. Вот. Теперь, значит, существует так называемый релаксационный подход к описанию тектонических деформаций. Кстати, вот эти вот вещи про релаксационный подход. Об этом в нашем учебнике писал Василий Георгиевич Талецкий. И там гораздо больше написано, чем я могу вам сказать на лекции. Поэтому учебник читайте. Вот. У всех все его скачали. Вот. Кто любит бумажный, ради Бога. Он есть в Бупе. Берите бумажный. Вот. Значит, значит, релаксационный подход. Мы же говорили с вами о релаксации. Значит, действуют какие-то силы. Вот начинает небольшая упругая деформация. И с течением времени эта упругая деформация переходит в пластическую деформацию. Называется релаксацией. Если мы поддерживаем напряжение, то у нас возрастает необратимая деформация. Значит, ну каким образом? Да. И возникают, естественно, у вас в поле напряжения возникают те или иные структуры. Вот. И, значит, эта структура образования у вас идет... А мы же помним, что у нас неоднородная среда. Образование структур идет на разных уровнях. Вот объем, да. У вас могут происходить деформации внутри зерна, на уровне зерна. Тут же могут происходить деформации на границах слоев и так далее. Вот. Значит, и вот эти структурные перестройки, естественно, они согласованы друг с другом. Обязательно. Они не могут происходить совершенно независимо. Вот. Значит, они самосогласованы и они на разных структурных уровнях происходят. И, конечно, механизмы разные. То, что происходит внутри зерна и то, что происходит в блоке. Совершенно разные механизмы. И мы как раз и будем с вами это изучать. Ну и, конечно, в процессе принимают участие и изначальные структурные уровни. Так. Зерно, слой и приобретенные структурные уровни. Например, у вас образовалась складка. У вас в разных частях этой складки будут уже свои структурные формы образовываться. А вот посмотрите, что может происходить. Вот у вас есть пачка песчаников. Слоистая пачка песчаников. Но эта пачка песчаников – пачка пачки рознь. Например, если у вас не очень хорошее значительное сцепление между слоями, если у вас маленький контраст вязкости, то у вас образуется клеваж. У вас деформация, укорочение будет осуществляться с помощью клеважа. Мы про это сегодня начнем и еще об этом очень подробно поговорим. А если у вас большой контраст вязкости, достаточно тонкие слои, хорошее скольжение между слоями, у вас слои быстренько потеряют устойчивость и загнутся в складки. Вот он, второй вариант. Ну и, наконец, если у вас очень толстые слои, вязкость у них не очень большая. Ой, наоборот, большая вязкость, толстые слои. Очень хорошее сцепление друг с другом. То у вас деформация может произойти путем образования взбросов, разрывов взбросового типа при укорочении. Вот внешние условия, как влияют на те структурные формы, которые образуются. И вот еще очень полезная картинка. Значит, эти две картинки я взяла из учебника Кермасова. Учебник Кермасова называется «Структурный анализ Кермасов». Можете найти его в интернете, бесплатно скачать ради бога. Значит, редкий учебник, грамотный. Можете спокойно читать. Первая часть, вот эти базовые основы, все очень хорошо. Единственное, там мало того, о чем мы будем говорить уже в основном в следующем семестре. О структурных парогенезах разных типов там очень мало. А вот первую часть рекомендую вполне. Значит, наш учебник читайте, учебник Кермасова читайте. Кто любит по-английски читать, кембриджский учебник читайте. А вот структурные парогенезы разных масштабов. Вот посмотрите, что это такое. Это у нас надвиг. Это у нас надвиг. Надвиг у нас, все крупные надвиги, они ограничены с двигами. Не может целая пластина бесконечно перемещаться, она рвется. Значит, надвиг. Мы уже говорили, какая-то обстановка сочетания горизонтального сжатия с горизонтальным сдвигом. Да. Хорошо. Значит, мы с вами работаем, и мы на карте отразили вот у нас надвиг. Ну, хорошо. После этого мы пошли туда и попали вот в эту точку. Вот в эту точку. И что же мы видим? А мы видим сдвиговый структурный парогенез. Значит, на более высоком уровне у нас здесь обстановка горизонтального сдвига в горизонтальной плоскости. Ну, хорошо. Тогда мы решили. Тогда мы решили взять шлиф. Взять шлиф. И что же мы видим? А мы видим здесь, ну, какие-то, предположим, зерна вытянутые, да? Если вы увидите шлиф, в котором вытянутые зерна, что вы скажете? Что это обстановка сжатия. Но здесь мы уже не будем говорить горизонтального сжатия. Понимаете? Вот, сжатия может быть, в принципе, любым. И на основании шлифа мы не можем установить какое. Поэтому вот я обычно говорю, уже начинаю говорить механическая обстановка. Вот. А если мы рассмотрим жилку здесь, в этом шлифе поподробнее, да, увеличим, сделаем больше увеличение в микроскопе, мы увидим вот сутурный шов, волокнистые жилы. И если мы просто увидим этот кусочек, мы что скажем? Ой, а это обстановка растяжения. Поэтому это чудесная совершенно иллюстрация того, что на разных структурных уровнях у вас может быть разная обстановка. Вот мне очень хочется, чтобы это прямо вот вошло в вас, понимаете? Потому что, ну, очень часто геологи, которые не изучают тектонофизику, они вот упускают это из виду. Ну, вот здесь я еще раз хотела поговорить о том, что мы не можем разделять деформации на связанные и разрывные. Почему в этом месте еще раз? Ну, потому что, ну, кристалл, ладно, там этого нет. Нет, когда мы перейдем к более крупным структурам, чем кристалл, мы там будем говорить о структурных формах и разрывных, и как бы аппликативных деформациях. И просто я еще раз хочу подчеркнуть, что нет границы между разрывной и пластической, в широком смысле слова, деформацией. И что существенно, что если именно вот в такой неоднородной среде, как геологическая среда, именно вот там-то ее и нету, и быть не может граница такой. Ну, это я вам показывала, зарождение разрывов моделей из глины, когда сначала гладенькая модель, потом она становится матовой из-за мелких разрывов, потом эти разрывы с трудом видны, потом уже видны хорошо. Где здесь границу провести, непонятно. Ну и, значит, иногда смотрят на деформационные диаграммы. На деформационные диаграммы. Вот здесь, например. Здесь разрушение происходит сразу после упругой части, как-то будет более-менее понятно, хрупкий разрыв. А вот здесь, посмотрите, прежде чем произойдет разрушение, разрушение, о чем говорит вот этот обратный наклон, кривой. О том, что возникают мелкие-мелкие-мелкие трещинки, и постепенно снижается напряжение, пока не произойдет такое полное разрушение, которое вот мы видим. Опять же, человек своим глазом. Мы все привязываем к человеку. Нарушение сплошности – это то, что мы видим, да? А для кого-то другого, как Николай Дрианович любил всегда говорить, для муравья и слона это может быть уже по-другому. Разрыв можно определить как? Что это предельный случай неоднородности деформации или узкие протяженные зоны резкой локализации деформации. Я вам еще поясню это на примере клевожа, который мы будем через лекцию рассматривать. Теперь возможные подходы к классификации структурных парогенезов. Мы с вами изучили какой подход? По геодинамической обстановке. Но можно же и с другой точки зрения подойти. Не зря мы рассуждали об обстановке. Смотрите. По принадлежности к структурному уровню. Структурный парогенез, уровень зерен, агрегат зерен, слоев, пачек слоев, толщ, блоков и ансамбли блоков. Когда мы будем изучать конкретные структуры, я вам каждый раз буду говорить, как назвать этот парогенез. Например, у вас может быть структурный парогенез, клеваж складки. То есть это структурный парогенез второй стадии складка образования. Не просто. На первый клеваж может быть, на второй клеваж. На третий образуются разрывы. То есть мы можем стадии указывать, можем уровень. Если мы говорим, клеваж складки, значит уровень пачек слоев. Если мы просто о клеважах говорим, мы говорим, что это уровень зерен, агрегатов, зерен и так далее. Обязательно нужно указывать и этап, и уровень. Теперь по механизмам процесса. Механический слой у нас изгибается. Это механический процесс, изгиб. Деформационно-химический. Что значит деформационно-химический? У вас деформация может осуществляться путем растворения, переотложения. Это процесс такой. И мы сегодня уже начнем его рассматривать. У вас могут быть деформационно-метаморфические структурные парогенезы, деформационно-магматические и так далее. По характеру распределения в пространстве, конечно. По временным соотношениям. Синхронные, последовательные, разновременные. И здесь как раз и нужно, возможно, рассматривать различные этапы одного и того же процесса. По механическим, Галкин говорит, механические, можно сказать, и геодинамическим обстановкам. То, что мы рассмотрели. По температурным условиям. Высокое и низкотемпературное. И это тоже очень важно, потому что обычно в процессе складка образования, там где-то хорошо изучено, может меняться температура. Я сама работала в таком комплексе, где сохранился структурный парогенез, местами низкотемпературный. А сами толщие были метаморфизованы уже в амфивалитовой фации. То есть, если мы это изучим, мы можем проследить соотношение деформации и метаморфизма. Что тоже часто важно бывает. Ну и наконец, по геодинамической обстановке, такой в широком смысле. Парогенезы, активных, пассивных, коллизионные, эрогенные и так далее. Так, если у вас, посмотрите, мы можем по разным признакам подходить к выделению парогенезов. А какой выбрать? Вот золотые слова. Ко всему надо подходить в зависимости от поставленных задач. Всегда. Ну, а теперь уже к конкретным вещам перейдем. Значит, деформация кристаллов и их агрегатов. Вам Александр Вениаминович что-то про это говорил? Один с О, а у меня их штук 30, как минимум. Пластичность и деформация твердых тел. Существуют разные подходы. Атомно-молекулярные, когда именно на уровне атома и молекул все это рассматривается. И мезомеханика структурно-неоднородных сред. Нет, ну, я так говорю, мезомеханика. На самом деле это такой развивающийся раздел механики и довольно сложный. Мы не будем на этом останавливаться. Что значит атомно-молекулярный подход? Рассматривают взаимодействующие между собой атомы и молекулы. И, конечно, горные породы, тут написано горные породы, а на самом деле надо говорить не горные породы, а толщи. Деформируются целые толщи. Они, конечно, структурно-неоднородные. И если мы берем уже уровень конкретно породы, то это тоже многокомпонентная и многофазная система. Но, тем не менее, деформация самих зерен-кристаллов очень важна, крайне важна. То есть вот у нас происходит деформация на разных структурных уровнях, и вот это самый высокий структурный уровень. И мы должны знать, что происходит внутри кристалла. Что такое идеальный кристалл? Это трехмерная решетка, в узлах которой располагаются атомы. Здесь самый простой тип решетки. Вы сами знаете, что они бывают очень-очень сложными. Атомы удерживаются силами межатомного взаимодействия. Вот здесь представлена модель в виде пружинок. Очень простая, тем не менее, позволяющая понять многие вещи. Мы с вами эту картинку рассматривали, когда говорили о напряжениях. Если оказать внешнее воздействие, атомы немножко разойдутся, но силы их, силы взаимодействия будут тянуть их в обратную сторону, и возникнут напряжения. Если мы нагрузку снимаем, то все вернется в исходное положение. Деформация, которая только что сказала, имеет обратимый характер, то есть является упругой и описывается законом Гука. В связи между атомами, естественно, могут нарушиться. И можно тоже говорить о прочности связи атомов. Значит, прочность связи атомов, да? То есть опять, предельное – это значение напряжений, при котором происходит разрыв этой связи. И это теоретический предел прочности в идеальных кристаллах. И этот предел прочности можно посчитать. Физики это делают и получают какие-то значения. Ну а дальше уже деформируют реальные кристаллы. И оказывается, что в реальных кристаллах на 2-3 порядка этот предел прочности ниже. Почему? Потому что реальные кристаллы содержат множество неоднородностей разного рода. А 2-3 порядка, в тысячу раз ниже. И, значит, способность кристаллов деформироваться уже необратима. Как раз и связана с наличием вот этих неоднородностей. И мы сейчас их и посмотрим. Ну вот реальные кристаллические структуры. Значит, существует несколько типов дефектов кристаллических структур. Точечные или нульмерные, линейные, одномерные, плоскостные, двумерные, объемные, трехмерные. Ну, естественно, мы начнем с точечных. Что это такое? Это межузельные атомы и вакансии. Ну, как они возникают? Вот здесь это сказано. Значит, атомы, они же не просто на пружинках воображаемых сидят. Они все время колеблются, и вы знаете. Чем выше температура, тем больше они колеблются. Вот. И могут возникнуть ситуации, превышенная энергия, колебания какого-то атома. Вот. И атом покидает свое законное место и переходит куда-нибудь в межузле. А там возникает дырка. Значит, и возникают, то есть возникают дефекты. И число дефектов, естественно, растет с ростом температуры. Это понятно. И, значит, при каждой температуре существует вот какая-то своя концентрация равновесная точечных дефектов. Ну, давайте посмотрим эти точечные дефекты. Значит, посмотрите, вот вакансия или дырка. Вот, значит, межузельный включение. Включение. Вот. А вот это, вот чужеродный атом, тоже может находиться в кристаллической решетке. В этих случаях может происходить диффузия. То есть движение именно вакансий через атомную решетку. Как это происходит? Происходит просто обмен местами. Значит, вот дырка, да, на место этой дырки помещается атом соседний. Дырка возникает в этом месте. Вот этот атом в дырку может переместиться. Она уже здесь, в вакансии. Вот здесь вот показано, как это происходит. Ну, и это диффузионная ползучесть. Диффузия атомов. Ну, на самом деле это миграция не атомов, а вакансий, как правило. Значит, вот эта миграция вакансий называется диффузионным массопереносом. Но массоперенос же не просто так происходит. Мы с вами о чем говорим? Мы с вами говорим о деформациях. Если у нас кристалл находится в напряженном состоянии, то эта диффузия происходит как? Вот, предположим, посмотрите. Вот здесь вот ося сжатия показаны. Куда должны перемещаться вакансии? И куда? Значит, в этой ситуации вы же сами знаете, что зерно должно удлиниться, да? Зерно должно удлиниться. Значит, вот здесь вот должно быть больше атомов, да? Значит, вакансии должны двигаться вот сюда. Вот сюда. Здесь это и показано стрелочками. Вот такой диффузионный перенос. Значит, если диффузия вакансий через кристалл происходит внутри зерна, вот как мы с вами посмотрели, то это объемная диффузия, и это называется ползучестью. Почему ползучестью? Потому что происходит, да, медленная необратимая деформация в результате этих процессов, да? То, что мы называем ползучестью. Это ползучесть кобли. Ой, на барах эринга, извините. Значит, если у нас перенос идет по границам зерна, и перенос этот идет опять таким образом, чтобы кристалл удлинился в данном случае в горизонтальном направлении, то это ползучесть уже кобли, зернограничная диффузия. Ну, для ползучести кобли нужны несколько меньшие температуры, но, в принципе, эти процессы происходят только при очень высоких температурах. Значит, таким образом, с течением времени в результате диффузии вот такой накапливается деформация, то есть идет прогрессивная деформация, она всегда прогрессивная, всегда идет с течением времени, увеличиваясь постепенно. Значит, еще раз, значит, деформационный механизм на микроуровне, диффузионная ползучесть. Теперь линейные дефекты. Их несколько. Значит, прежде всего, это дислокации. И рассмотрим самые простые, краевые дислокации. В результате пластической деформации возникают области смещённые относительно их окружения. Значит, что это такое? Значит, вот первый случай. Это дополнительно вставлена полуплоскость. Вставлена полуплоскость. Вот. И дислокация, вот если мы соединим все атомы на краю этой полуплоскости, вот это как раз и будет краевая дислокация линейная. А область вокруг этой дислокации, там, где решетка искажена, это как раз и есть петля, дислокационная петля. Если у нас, значит, происходит деформация, то вот эта полуплоскость, она не остается на месте. Смотрите, что происходит. Вот сдвиговая деформация, да, вот начальное положение, чуть-чуть искажена решетка. Но под влиянием, в результате деформации у нас напряженное состояние, вот у нас возникла, возникла вот эта полуплоскость. Вот. Что происходит дальше? А здесь меняются местами атомы, и вот эта полуплоскость, она постепенно продвигается. Теперь видите, здесь она, вот здесь, вот здесь она, вот здесь она, дальше она, вот-вот-вот-вот, здесь она, и вот наконец все. Она вышла уже за пределы вот этой области, и у нас сдвиг. Значит, у нас осуществилась пластическая деформация, необратимая. Значит, процесс этот может быть уподоблен движению гусеницы. Почему? Не рвутся вот так вот связи, да, а разрыв только вот вдоль линии дислокации в один и тот же момент времени. Но при этом расходуется минимум энергии. Вот еще одна картинка, вот и гусеница здесь показана. Значит, вот она, дислокация, да, линейная дислокация. Вот она постепенно перемещается, видите, и вот каждый раз эта складочка гусеницы. Вот так вот происходит это движение. Значит, это называется дислокационным или трансляционным скольжением. И это механизм пластической деформации кристаллов. Теперь винтовые дислокации. Тут чуть-чуть посложнее. Значит, ну, легче всего представить в себе такую дислокацию на примере пачки бумаги. Значит, если вы прорежете эту пачку бумаги и сдвинете одну часть относительно другой, то вот это вот и будет модель винтовой дислокации. Значит, винтовая дислокация образуется при смещении плоскостей кристаллической решетки путем их геликоидального поворота. Ну, вот здесь вот это показано, да? Вот. И вот здесь это показано. Здесь это показано. Значит, вот решетка в данном случае она скручена, поэтому винтовая называется. Ну, конечно, не как винт, а слегка. Ну, вот на этом рисунке показано продвижение этой дислокации. В конце концов, части кристаллов тоже смещаются одна относительно другой. Ну, краевые и винтовые дислокации могут, в конце концов, объединиться и образоваться такая сложная дислокация. И если эти дислокации противоположные, то образуется вот такая петля дислокации. Вот эта петля, посмотрите, видите, она проходит через вот искаженные области этих двух дислокаций. Значит, это плоскость скольжения, в которой происходит перемещение. Вот. А вектор смещения называется вектор Бергерса. Значит, еще раз. Деформационный механизм, в котором участвуют винтовые и кривые дислокации, называется дислокационным скольжением. Часто называют трансляционным скольжением. Теперь есть еще один механизм, который встречается гораздо реже. Значит, дислокации могут перемещаться в плоскости, перпендикулярной плоскости скольжения. И за счет чего это происходит? За счет диффузионного переноса атомов к дополнительной полуплоскости. Значит, при ползании перенос к этой полуплоскости. То есть эта полуплоскость не движется вбок, а движется вверх или вниз. И называется нисходящим или восходящим движением. То есть перенос атомов к этой дислокации происходит. Вот, например, видите, атом присоединился. Это вот такое нисходящее движение. Еще как называется этот механизм переползания? Если там скольжение, то здесь переползание идет при более высоких температурах. Теперь двумерные эффекты. Что это такое? Стенки дислокации, двойники и грани кристаллов. Мы с вами говорили, что дислокации, благодаря скольжению и переползанию, они не просто так ползают по всему кристаллу. Мы же знаем, что кристалл находится в напряженном состоянии. Значит, они выстраиваются регулярным образом. И они выстраиваются так, то образуется вот такое скопление этих дислокаций. Это так и называется стенка дислокаций. И кристалл разделяется на субзерна, которые разделены именно этими стенками дислокаций или, что то же самое, границами субзерен. Что значит субзерна? Значит, вы знаете, что вот у вас агрегат, который состоит из кристаллов, и у вас, естественно, в каждом кристалле решетка ориентирована своим образом. И углы между направлениями в решетке достаточно велики, больше 10 градусов. Тогда вот у нас зерно оформлено. Если этот угол меньше 10 градусов, то это субзерна. Значит, вот посмотрите, вот у вас здесь дислокации, которые показаны вот такими знаками, и вот у вас граница субзерен. Как называется этот процесс? Этот процесс называется чаще всего регенерацией. Ну вот посмотрите. Значит, мы с вами смотрели такие абстрактные картинки, модели, а вот реальные дислокации, которые с помощью специальных микроскопов только можно увидеть. Вот смотрите, вот здесь вот дислокации достаточно редки, вот здесь вот дислокации больше, а вот выстраиваются они в стеночки. Вот смотрите, какая стенка дислокации. И вот можно говорить здесь, что существует два субзерна. А вот эту картину можно наблюдать и просто в микроскопе. Вот вроде бы кварцевое зерно, да, кварцевое зерно. А погасовители, полосы, в которых она по-разному погасает. И, наверное, все, кто смотрел шлифы, это видели, да? Вот, а вот теперь вы знаете, как это получается. Механизм регенерации. Теперь миграция границ зерен. Значит, если рекристаллизация, да, значит, в чем заключается процесс рекристаллизации? Значит, вот зерна могут быть переполнены дислокациями, да, напряженные зерна. А всегда в природе стремление, значит, чтобы энергия была поменьше, как-то вот сделать так, чтобы зерна не напряжены были, и чтобы дислокации там было поменьше. Значит, каким образом это может происходить? Значит, рекристаллизация может быть отжиговая. Вы знаете, что такое отжиг из общего развития? Что такое отжиг? Что-что? Отжиг. Ну, там написано. Отжиг. Отжиг. Что такое отжиг? Подсказываю в металлургии, например. Ну, то есть это что-то с огнем? С огнем, да, с огнем. Отжиг. Да, значит, нагревают тело какое-то, да, в которых дефекты есть, да. Вот, нагревают, и дефекты залечиваются, и оно становится более прочным. Процесс отжига называется отжигом. То же самое происходит и в геологии. Если у вас идет нагрев, ну, вот предположим, я показывала зерна кварца, да, кварц, вот я не помню до какой температуры надо нагреть, будет 300 градусов, вот, и у вас уже зерно становится ненапряженным, эти дислокации, они исчезают. Даже следовательно остается. А? Следовательно остается. Ну, наверное. Ну, что-то всегда, конечно, остается, но в принципе, в принципе, да. Значит, вот ухудшик. Вот, но нас сейчас интересует, хотя в геологии это тоже происходит, это тоже надо иметь в виду, сейчас нас интересует синтектоническая ракристаллизация. Значит, за счет чего она осуществляется? За счет вращения субзерен и нуклеации или миграции границ зерен. Значит, вот решетка перестраивается таким образом, таким образом, что происходит вот, угол между направлениями в решетке становится уже значительным, больше десяти градусов, и получается новое зерно. Ну, конечно, это сложный процесс. И вот если не заниматься вот этими вещами, то, в общем, достаточно трудно себе это представить. Вот. Но, значит, специалисты именно так это и описывают. А вот миграция границ зерен. Вот два соседних зерна. В одном высокая плотность дислокации, а во втором низкая. И вот эта граница начинает вот так вот расти и образует выпуклость вот такую внутри зерна с наибольшей плотностью дислокации. То есть, посмотрите, площадь с небольшой плотностью дислокации у вас увеличилась, да, энергия уменьшилась. Давайте посмотрим, как это выглядит. А вот как это выглядит. Вот. Значит, это искусственный оптохлор, пропан, искусственные зерна. Вот начальное положение и вот миграция этих границ зерен. Видите? А вот шлиф. Это кварц. Смотрите, вот они, вот эти вот границы зерен. Вот так это происходит. Причем, когда-то, когда-то, ну, мне пришлось много шлифов посмотреть и как раз вот с целями изучения деформаций. Значит, иногда считали, что это как бы, ну, это же происходило деформацией, зерна вдавливались друг в друга. Это не вдавливание. Говорили, вот инкорпорация, посмотрите, прям вот я узнаю, такие шлифы. Нет, это происходит по-другому. Это именно миграция гранит зерен постепенная, это не вдавливание. Так, значит, это механизм рекристаллизации. Ну, а про двойникование мы с вами поговорим в следующий раз.